всем привет с вами я татьяна шадрина вы у меня на канале время шить сегодня время вдохновения я сшила свежую блузочку блузку из последнего выпуска патроны в обзоре этого журнала я сказала что я уже начала шить свою блузку и сегодня я хочу ее показать она уже готова кое-что из процесса пошива я тоже покажу я сейчас хочу поделиться впечатлением от пошива по этому журналу я первый раз шила по выкройке из этого журнала и что скажу мне понравилось я покажу в конце примерку вы посмотрите как сидит эта блузка на мне ну а сейчас я расскажу коротко какие изменения я внесла в эту модель номер блузки 29 модели плюс сайт для плюс размеров смотрите какие изменения я внесла в эту блузку помните я говорила что навесные петли хоть этой модно и красиво и удобно но при движении они будут вот так расходиться и оголять тело я обычно делаю маленькую в планочку подкраиваю сюда сейчас я покажу подробно как я это сделала какие еще изменения я сделал я сделала маленькие разрезы по бокам у этой блузки и немножко поменяла размер я выкройку промерила сейчас все покажу и расскажу на столе пойдемте смотреть я шью вот эту модель 29 из журнала патронов августовский выпуск двадцать первого года какие детали кроя здесь есть деталь спинки со сгибом деталь переда подборд обработка обтачка для горловины спинки и детали воланов воланы видите скроенные фантазийной такой формы и треугольничек который вставляется вот сюда подмышку воланы вшиваются глубоко почти до талии ну вот такая блузка есть навесные петельки я добавила еще вот сюда с одной стороны с там где пришиваются пуговицы маленькую планочку чтобы при движении когда есть натяжение на петли пуговицы чтобы планка снизу прикрывала тело чтобы не светить не показывать ничего лишнего мне так захотелось и добавила еще разрезики по бокам ну что давайте смотреть вот детали переда и спинки как они выглядят меня удивило я попробовала посмотреть почему выкройка села хорошо на большую грудь если я сложу детали вот по центру спинки и переда и по линии низа то видно что перед немножко повыше передняя часть здесь выступает если сложить вот по боковым швам вот по этим деталям то они почти практически одинаковые совпадают и по линии бока совпадают что я промерила вот если вы заметили уже то есть вот здесь такие линии я померила и получилось что вот эта ширина скажем ширина спинки для меня слишком большая я взяла 58 размер максимально из этого журнала потому что по максимальному размеру у меня как раз подходит мне подходят бедра грудь у меня как раз подходит наверное на 50 размер по этому разум по этой размерной сетки ну в общем так оно и вышло я грудь уменьшила до сут грудь плечи до своего размера а талию как бы и ниже и бедра оставила пятьдесят восьмого размера у меня вверх получается под 50 ему размеру из журнала а низ по 58 может вот такой перекос ну что делать с другой стороны я не понимаю почему выкройка ну как бы села неплохо вот такие изменения внесла и еще сейчас покажу на блузке я уже частично сказала об этом я добавила вот такую планочку по центру переда видите вставку когда петельки навесные петли расходятся то вставка не позволяет показать ничего лишнего вот я сейчас покажу как я сшила пришивала эту вставочку как ее выкроила видите я немножко ее сделала короче чем нижняя петля чтобы просто снизу лишнего ничего не болталась вот так мне захотелось в остальном блузка сшитая ну обычно какие-то моменты покажу как так же как я вот этот уголок оформляю вшивая вот подмышкой видите сейчас хочу показать что я дополнительного сделала в блузке посмотрите вот у меня левая полочка левая часть и здесь будут пришиваться пуговки посмотрите я выкроила такую планку по долевой планка шириной три с половиной сантиметра из них один сантиметр уйдет на припусту практически два сантиметра будет планочка в готовом виде и я пришлю сейчас эту планку между подбор там и изделием основным и потом это планочка будет просто вот так отгибаться а пуговицы будут пришиваться вот здесь потому что вот это будет середина детали как бы середина изделия и получается что вот это вот штучка вот эта планка она будет прикрывать то что ну в общем чтобы не разъезжалась как по деталь у нас сейчас покажу что получится в готовом виде сейчас буду выполнять петельки посмотрите я подготовила уже тоненький такой ролик если кстати интересно могу показать отдельное видео записать как я изготавливаю такие шнурочки тонкие я этот ролик нарезала на фрагменты на кусочки кстати эти кусочки просто взяла пуговку измерила примерно сколько мне нужно чтобы пуговка проходила через петлю но в целом это два диаметра петли плюс где-то 2 миллиметра примерно вот такая длина ну и конечно плюс по сантиметру или даже по полтора на припуски на шов перенесла с выкройки разметку под петли пуговицы вот на правую половиночку и сейчас буду прикалывать эти петли роликовые приколю на место на свое и пойду за швейную машину и за машинкой их временно пристрочу сейчас все покажу вот сейчас показываю как я пришиваю эти петельки вот у меня разметка я укладываю на 2 миллиметра от края ну так у меня складывается и примерно 2 миллиметра от этого крестика и сейчас буду здесь пристрачивать пришила сейчас беру вторую часть хвостика приподнимаю укладываю точно также на 2 миллиметра от крестика и не доходя 2 миллиметра до края вот у меня тогда все ровно получается точно так же вот сейчас сюда укладываю видите помогаю себе вот этой штучкой распарывателем он как продолжение руки прям помогает точно достаточно уложить петельку и таким образом сейчас все петельки я пришью это временная строчка длинным стежком эта строчка расположена на пару миллиметров дальше чем у меня будет линия притачивания подборта то есть на подбор подборта еще зашьет пару миллиметров каждый с каждой стороны этих петелек после того как временно пришили в эти петельки можно их еще раз уточнить линейка или как угодно на глазок ровно ли все пришиты может быть какую-то петлю нужно отпороть и перешить и кстати не сказала вот посмотрите вот эти вот шевчики по которым ушел встачивание петли нужно стараться чтобы он оказался сейчас сверху когда мы вот так пришьем эти петли чтобы у нас эти шевчики оказывались на изнанке то есть по мере возможности сейчас я буду прикалывать подборт и можно будет полностью пришить подборт и обтачку по спинке подбор с другой стороны вот смотрите что получилось я прострочила подборта пришила и вот у меня на левой половинке на левом как бы на левой части у меня вот такая вставочка я сейчас по разметке пришивают сюда пуговицы пуговицы у меня будут вот такие и когда застегнем и вот этими навесными петлями вот с этой стороны подбортик вот они петельки сейчас я все еще по утюжу и когда мы вот так будем застегивать этот вот это кстати середина изделия где середина изделия мы когда вот так застегнем понимаете что у нас не будет просто ну когда будет расходиться то вот эта полосочка планочка не покажет ничего лишнего вот что хотела рассказать в этой блузке что вот такая дополнительная планочка смотрите я выполнила полностью застежку мне так легче примерять то есть застежку я сделала вперед мне осталось подбортом что сделать вот здесь сейчас я прихвачу плечевых швах чтобы у меня нет не отставала обтачка слева и справа и все и попробую жить с подбортом на штапеле чтобы не пришивать его не то что по такой свободном плавание был не знаю получится или нет если со временем мне не понравится то я просто вот так приколю или приметаю и проложу строчку ну скажем на ширину там 2 сантиметра зафиксирую подборт посмотрю сейчас покажу что буду делать с валанами валан из начала по плечевому шву сделала этот закрытым способом потому что они будут отворачиваться отлетать по же ну как бы в жизни и не хочется чтобы виднелась оверолочная строчка валаны по внешнему краю я обработала зигзагом у меня на канале есть ролик где я показывала как обрабатывать зигзагом что делаю дальше вот посмотрите вот этот треугольная вставка у нее размечены буковками а и б я взяла валан совместила внешне его шов с плечевым швом и приметала валан приметала валан к передней детали x и к спинке дальше я взяла вот этот треугольничек посмотрела какая сторона треугольника при как бы пришивается какой куда вот эта сторона пришивается к переду вот эта сторона пришивается к спинке к спинке повыше сторона и я приметала снизу вот в то место где у меня уже был валан приметала и потом точно так же вторую сторону валана нужно приметать и затем боковой шов выполнить я сейчас сяду за швейную подпорю вот этот уголок и выполню просто вот пришью вот этот валан вместе с треугольником ну скажем вот до сих пор тайду потом обработаю оверлоком и как бы прервусь затем я вот так положу все на ровное место и пришью боковой ну как бы проложу боковую строчку и обработаю тоже все верлоком хотите давайте покажу подробно давайте посмотрим то я сделала вот смотрите вот этот уголочек у меня треугольник я подпорола вот этот уголочек и взяла одну сторону вот так видите пристрочила треугольничек вместе с оборкой вот этой свалоном вот так пошла 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 по кругу по кругу по кругу и вернулась где-то не доходя сантиметров 5 остановилась потом сейчас вот села за оверлок и за оверлоком я сразу обработала вот по прямой боковой шов и 2 сантиметра зашла на низ вот здесь разрез у меня будет подготовила в общем эту сторону чтобы сделать здесь разрезик потом вот так подверну вручную и отстрочу сейчас я сяду за швейную машину и вот этот вот фрагмент треугольничка вот здесь закрепку поставлю и вниз единой линии прострочу боковой шов до метки разреза вот так и потом обработаю обработаю вот отсюда начну и вторую сторону бокового шва обработал оверлоком не доходя вот до сюда это два сантиметра заходя на разрез и мне останется оформить только разрезы сейчас покажу посмотрите вот у меня этот треугольничек был уже вшит вот до сих пор и я сейчас на машинку села за машиночку здесь закрепку поставила и одновременно сначала боковое шоу фото на прямая линия и сейчас я продолжу вот эту оверлочную строчку и одновременно обработаю боковой припуск ну припуск бокового шва я обрабатываю треугольничек сейчас поднимаю лапку выправляю вот один из припусков и все и сейчас вот так обрабатываю второй припуск вот здесь у меня начинается разрез и я буквально 2 сантиметра ниже разреза обработаю сейчас все вот как это выглядит сейчас я это все разутюжу припуски вот этот хвостик спрячу чтобы вы не видно было и мне останется только здесь подвернуть вот так узенько здесь никаких уголков я на разрезах не делаю потому что припуски короткие маленькие припуски и вот так обтачаю припуски на разрезе все теперь наверное уже будем только на примерке встречаться ну что дорогие я вам показала блузку только что сшитую свеженькую сейчас я и дома постираю от голубого карандаша и завтра на жаркие в жаркую погоду смогу уже надеть и с удовольствием носить общий вот какой что выкройка мне понравилась на удивление сидит неплохо посмотрите даже боковые вот эти вот заломов толком нет да немножко перед вздергивается но это все приемлемо я думаю что даже по этой выкройке с такими воланами хочу сшить себе платье точно такое же свободное легкое летнее что еще мне кажется не лучший выбор ткани это штапель потому что эта планка опять вы мне будете писать в комментариях что что-то перекрашивает потому что планка конечно она жесткая фиксированная а ткань очень мягкая пластичный то штапель тонкий штапель но с другой стороны хотелось чего такого летящего практически без рукавов потому что плечи в этой блузке открыты но при этом проймы голые скажем поэтому я эту блузочку и выбрала себе для жары еще раз повторюсь мне выкройка понравилась и с удовольствием рекомендую ее вам пишите в комментариях понравилась ли вам эта блузка также буду рада если кто-то сошьет такую же блузку для себя и поделиться результатом своим впечатлением на этом сегодня все с вами была я татьяна шадрина вы были у меня на канале время шить всем пока пока до встречи